Добрый вечер! Это программа «Высокая нота». Минувшая неделя была богата на события и приятные, порой неожиданные встречи. Начнем, пожалуй, с главного. Вспомнилась мне сказка, старая добрая сказка «Золушка», когда все-таки не могли распознать, кто же настоящая Золушка, или это красавица, или, может быть, завистливые сестрицы, и что же делать. И один из мудрых придворных короля сказал, конечно же, танцевать. Действительно, в танце наше здоровье, в танце наша жизнь. И с каждым годом хореографическое направление в городе развивается все с новыми, неожиданными силами и поворотами. Вот и прошедшее, минувшее воскресенье городской фестиваль хореографических коллективов «Танцевальная феерия» вновь собрал на сцене Дворца культуры самых лучших. Вы только представьте себе 14 творческих коллективов, более 200 участников, а главное – благодарные зрители и огромная работа хореографов-профессионалов. Подробнее в нашем первом материале. Назвать такой фестиваль скучным не смог бы даже последний скептик. Точно так же, как и определить лучший номер. Настолько все были красивы, креативно, порой провокационно, но непременно правдиво. Действительно, язык танца способен передать тайные оттенки человеческой души, ее полет и вдохновение. Для кого-то наш фестиваль стал первым шагом на большую сцену, кому-то подарил новое знакомство и никого не оставил равнодушным. Посмотреть на яркий танцевальный праздник собрались сотни полевчан. Два с лишним часа пролетели на одном дыхании. Эмоциональный тон празднику придавали очаровательные ведущие – участники детской эстрадной студии «Калейдоскоп» и проекта «Дети в мире искусств». Я первый раз как бы ведущая. Ну, это чуть-чуть страшненько было, но потом спокойно. А я уже в детстве была ведущей, а сейчас я уже не боюсь. Мне тоже очень волнительно, но я вышла и смогла озвучить несколько номеров. Восточный, народный эстрадный, испанский, современная хореография, танцы в стиле рэп и хип-поп. Всего 14 коллективов, а это более 200 участников. Танец очень важен в нашей жизни, потому что особенно для детей он очень важен. На самом деле он помогает детям раскрыться, раскрыть свой потенциал, преодолеть какие-то свои страхи, комплексы. Помимо того, что это развивает тело, это в большей степени, наверное, даже развивает душу. На самом деле я в своей жизни очень много перепробовала различных стилей, но так получилось, что последние 4 года я занимаюсь фламенко. Я даже не знаю, мой ли это выбор. Скорее, фламенко нашла меня. И я искренне люблю этот танец и считаю это подарком судьбы в своей жизни. Организаторы фестиваля, управления культурой и ДК СТЗ создали все условия для того, чтобы с каждым годом проект расширял свои границы и помогал каждому поверить в свои силы. Я думаю, что танец понятен любому, поэтому это зрелище пропустить невозможно. Управление культуры не могло остаться в стороне от такого события, и мы, конечно, с удовольствием принимаем в нем участие, как коллективами, так и лично управлением. Поэтому огромное спасибо, что этот фестиваль живет. Все участники получили дипломы и ценные подарки от спонсоров. Да, хотелось бы поблагодарить наших постоянных спонсоров. Это СКБ Банк, Арифлейм компания. И, конечно же, правком Северского трубного завода оказал нам потрясающую помощь. Управление культурой, Дворец спорта, ООО «Технология». Мы благодарим очень за наши сладкие подарки. Вообще, очень хорошо откликнулись спонсоры, и мы рады будем видеть на наших фестивалях, на наших мероприятиях все больше и больше новых лиц, новых партнеров, новых соратников. Добро пожаловать! Жарко было в зале, еще жарче, за кулисами. Ценность таких праздников в общении, обмене опытом, способности к самовыражению. Особые слова признания в адрес хореографов, руководителей коллективов. Каждый номер – это сложная работа. Придумать идею, воплотить на сцене, подобрать костюмы, подходящую музыку, и при этом всегда быть разным. Такое под силу профессионалам высокого класса. Спасибо вам за эту мудрость и за этот праздник. Хореографическое направление сегодня – это большая работа, рецепт от депрессии и красота, которая, как известно, спасет мир. Нужна физическая подготовка, координация движений. Ну, здесь, наверное, еще и слух должен быть идеальным. Здесь, по-моему, более такая нагрузка на танцоров накладывается, чем на спортсменов. Здесь надо талантливым быть еще и в музыке. С детства любила танцевать. Танец – это огонь, это страсть, это любовь, это жизнь. Нас всегда радовало, что интерес к фестивалю только возрастает, как и уровень креативности и мастерства. Хочется, чтобы так было дальше. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь, смотрите и, конечно же, танцуйте. Во вторник в Полевском побывали москвичи. Московский независимый театр вновь представил долгожданную премьеру «За двумя зайцами». Конечно, мы помним старое доброе кино с Олегом Борисовым. А вот современная Светлана Пермякова внесла новую трактовку из содержания в эту всеми любимую пьесу. Истинная комедия, так сказала спектакль один из зрителей. Постановка Московского независимого театра, известная по одноименному фильму, заинтересовала и полевчан. Отличный актерский состав, декорации, украинский быт, песни и танцы никого не оставили равнодушным. В роли незадачливого цирюльника, пожелавшего жениться на некрасивой дочери богатых родителей, чтобы разбогатеть, Сергей Позняков, полевчане наверняка помнят актера по спектаклю «Мастер и Маргарита». В роли далеко не красавицы Прони, не подражаемая Светлана Пермякова, которая легко очаровывает и вызывает благодарные овации, едва появившись на сцене. Известность актера дает кино. Светлана стала популярной благодаря КВН, где вместе с Жанной Кадниковой состоялся творческий дуэт бестолковых ПТУшниц Жанки и Светки. Потом работа на радио и телевидении, а главное рейтинговые сериалы. Счастливы вместе солдаты, интерны. Одна за всех. Сегодня это уже более 10 работ. В свои 40 лет она успешно, талантливо востребована. А в июле прошлого года случилась главная победа ее жизни. Родилась дочь Варвара. Хотим вот такой вот замечательный подарок подарить Варе. Варе, да. Вот такая Варя. Пусть она будет такой же солнечной, пусть она будет здоровой, пусть она будет счастливой. Ладно, и пусть все у вас получается. Все, мы все обмыслякаем. Спасибо большое. Свет, наверное, очень тяжело вот так совмещать роль молодой мамы и играть в спектаклях. Вы знаете, нет, ну, честно, конечно, ой, как я устала. Честно, конечно, тяжело, но, слава богу, у меня как бы... Вот сегодня у меня приехал Максим, Варен папа, поэтому завтра я с тяжелым сердцем, ну, так, с тяжелым, но легко все-таки отдаю дочку. Они завтра у меня уезжают в Москву, потому что впереди большие переезды. И вот еще два города осталось, поэтому вот на два с половиной дня я отпускаю Варюшу с папой. Буду, конечно, переживать. В одном из своих интервью вы сказали, что это самая главная награда в вашей жизни, самая большая. Моя самая большая роль. Ну, конечно, это награда, конечно. Вам нравится эта роль? Да. Ну, было бы странно, это бы не нравилось, конечно. Конечно, нравится, конечно, ну что там. Вот все время, главное, что ребенок со мной, главное, что дочка со мной. Ну, и после спектакля, ну, вот на короткий период времени, на встречу со зрителем на два часа, я оставляю Варюшу в гостинице, а потом все обратно, вот, и кормление, и бодрствование, все-все-все-все вместе. Спектакль, который сегодня вы показываете, насколько он вам дурак, интересен? Сережа, скажи, пожалуйста. Ты больше, ты больше играешь уже в этом спектакле. Да, я чуть дольше играю. Ну, интересно, интересно играть в этом спектакле. Знаете, когда попадаются партнеры хорошие, вот как Света, пожалуйста. Вот, очень интересно, Света очень много принесла. Знаете, когда много спектаклей играется, он уже, ну, у каждого человека отпущено какое-то там количество шуток, а потом он уже заигрывается. И вдруг приходит Светлана на такую большую роль, и как-то начинаем придумывать какие-то новые шутки, очень многое. Ну, это очень хорошо. Ну, мне очень приятно, когда вдруг что-то такое, я смотрю, когда зрители, понятно, смеются, спасибо большое, если они смеются, но когда еще и партнеры доставляют это большое удовольствие, нет, потому что это огромное удовольствие доставляет. Я ввелась в этот спектакль, получается, очень быстро ввелась, и ребята ждали меня. Я тогда еще была беременная Варюша, и мне было уже сделано предложение, я тогда отказалась. Вот, и они ждали этот период долго, полгода. Ну, дальше тянуть уже нечего было, поэтому мы вот велись и поехали, и катаемся, и показываем спектакль, по городам и весям. Светлана, у вас достаточно стремительная слава, вот КВМ, и сразу такая замерзная роль. Просто популярность в телевидении. Скажите, вам вот эта узнаваемость не мешает вообще в жизни? Нет, мне наоборот, вот Максим сегодня приехал, он говорит, да как же мне повысить твою самооценку-то. Я говорю, да я тут на электричке доеду, он говорит, да что ж ты делаешь-то, да какая же электричка-то, да что же, как же мне твою самооценку-то повысить. Я говорю, ну, давай так, электричка, ну, полностью вся моя. Давай, говорит, тогда вот так сделаем. Ну, как-то стараюсь, ну, узнают, узнают, здороваются, желают вот приятные какие-то вещи, там, да, здоровья желают, удачи. Не узнают, я не расстраиваюсь. А чувство юмора, то, что вы получали, из чего начали телевизионную карьеру, оно, я так чувствую, по жизни с вами. Так оно либо есть, либо его нет, тут, как бы, знаете. А женским шуткам вы как относитесь? Так они разные бывают, женские шутки. А на вас, нет, женщина умеет шутить? Конечно. Женщина умеет шутить? Женщина умеет шутить? Ну, я не могу в присутствии Светы сказать, что нет, конечно умеет. Конечно же нет, да. Нет, умеет, умеет. Я просто не совсем понимаю, что это такое, женские шутки. Да, да, я, в принципе, тоже не могу понять, женские и мужские шутки. Сука бывает хорошая или плохая? Либо она вообще, либо есть, либо ее нет. Вот и все. Ну, а с КВНовским прошлым вы все-таки не расстаетесь? Да нет, мы попрощались уже с ним, мы расстались. А что же его тянуть? Это у нас Александр Васильевич, вот на протяжении всей. Я преклоняюсь перед ним, потому что он настолько в теме, настолько в юморе, настолько в современном юморе, в молодежном. Я говорю, ну, батюшки, я уже, наверное, я уже отстала, потому что молодежные сленки, молодежные шутки, вот которые современные уже, я как-то с трудом в них въезжаю. Александр Васильевич, как-то все легко, быстро, замечательно. Я говорю, ну да, старость нас недогонит, мы постоянно в пути, в движении. Нам обращались уже. А из сериалов, в которых вы сегодня заняты, какой самый близкий? А я в одном же занята, у меня только интерны. Но ведь есть и солдаты, вы говорите. Солдаты уже закончились. И тем не менее, вот если смотреть на телевизионную историю, вот что-то ближе, или это как ребенок, ты его растишь, он тебе интересен? Да, я его выносила, родила, он пошел у меня. Все, пошел. Сейчас мы пока вот еще, интерны пока еще ростятся, пока идут. Ну, слава богу. А в театре вам комфортно? Я не, как бы у меня любовь не состоялась в стационарном театре, да, с московскими стационарными театрами. Как-то не получилось. Но, по крайней мере, у нас симпатии вот с интерпризами. Слава богу, как-то так вот получились. Поэтому мне жаловаться греху, у меня много антреприз. Вот, в частности, вот Московская независимая, где вот мы ездим. С пронепрокопов, я благодарна, что у меня появилась такая роль. Огромнейшая, и приятная, и главная. И где можно поиграть, где можно насладиться этой ролью. Есть другие интерпризы, которые мы тоже так же прокатываем, но не с таким большим вот как бы гастрольным графиком. Мы в Москве играем очень много. Вот, и если люди приедут в Москву, я думаю, что они найдут Свану Пермякову в афишах. Это здорово. Да. Назовите, пожалуйста, вот самая главная жизненная кредо, то, чему вы сегодня следуете вообще по жизни. У меня их несколько. Ну, говори, говори. Я послушаю. Я так даже сформулировать, наверное, не смогу. Ну, просто хочется оставаться человеком, в первую очередь, честно. Ну, много чего хочется. Хочется, как и всем быть и богатым, и счастливым, и все остальное. Но при этом, помните, как у Малинина в песне было «Дай Бог всем всего», ну, лишь бы из-за этого потом не было стыдно. Вот как-то вот так вот. Хочется всего, но... Ну, да, да, да. А у меня самое главное, если сегодня хорошо, то завтра непременно будет еще лучше. Ну, по крайней мере, хотя бы так. Кто из нас в юности не мечтал стать актрисой? Уверенности придавали занятия в театральных кружках, и мамина «Ты у меня лучшая». Наши гости назвали главным слагаемым успеха не только везение, но и потрясающую работоспособность, которая пригодилась им, приехавшим из провинции в Москву. Городской фестиваль авторского творчества «Слово о полевской земле» набирает свои обороты. Я напоминаю, что до 1 февраля можно будет подать свои заявки в Управление культурой или в ДК СТЗ на участие в этом фестивале, который проходит по 8 номинациям. А вот на прошлой неделе позвонила моя старая добрая подруга, однокурсница. Сегодня она преподает в школе номер 4 «Русский язык и литературу». Она сообщила о том, какой прекрасный урок подготовили учащиеся ее классов, в которых она преподает русский язык и литературу, на тему «Слово о полевской земле». Там были и школьные сочинения, и стихи, и конкурс чтецов, который собрал много талантливых и интересных ребят, желающих рассказать о том, как дорог им город, в котором они родились и растут. В школе номер 4 прошел открытый урок под названием «Слово о полевской земле». Учащиеся школы самостоятельно подготовились к этому мероприятию. Получилась настоящая сказка, главным героем которой стал наш любимый полевской край. Хозяйка Медной горы задавала ребятам вопросы по истории города Полевского и на знание сказов Павла Петровича Бажова. За правильные ответы раздавала каменные цветки. Но и это еще не все. Ученики приготовили презентации и доклады, рассказывали стихотворения известных поэтов, а также собственного сочинения. Такие уроки в школе номер 4 стали уже доброй традицией. Мы попробовали в рамках фестиваля, который проходит в городе Полевском, будет проходить «Слово о полевской земле». Мы в этом фестивале тоже решили поучаствовать и работы пишем к этому фестивалю и попробовали провести на основе того, что мы уже сделали, вот такой итоговый урок. И самое важное, что я хочу сказать, полностью сценарий урока. Вот все, что сегодня вы видели, это полностью было написано детьми. Все их презентации, может быть, они где-то были не совсем совершенны, но то, что это они делали все сами, это их волнует, это их интересует, это самое главное для нас. Поэтому мы считаем, что цель наша достигнет. Полина Ташкинова подготовила стихотворение Людмилы Татьяничевой, которое называется «Уральский виноград». Рассказывает Полина его очень выразительно. Зрители не могут остаться равнодушными. Полина считает, что подобные уроки проводить надо. Она и сама узнала для себя сегодня много нового. Чтобы дети что-то узнавали. Мы на этом уроке смотрели интересные презентации, рассказывающие о истории Полевского. Карина Мутыгулина и Ирина Сухоставская тоже с душой подготовились к уроку. Карина написала авторское стихотворение. Стихотворение рисовали, рисунки. Рассказывала о первой дешевле. Экскурсию по рисункам, по всему. Вам понравилось? Конечно. Даша Двойнишникова сделала подборку прозаических произведений про уральских умельцев, а также экскурсию о людях, которые прославляют наш город. Сегодняшний урок ей запомнился надолго. Я узнала про историю своего города, много нового. Про Татищева, сколько он сделал для нашего города. Это было очень интересно слушать стихотворения, которые придумывали дети сами. Было очень интересно. Ведущая, Надежда Черная, всегда долго готовится к подобным мероприятиям, так как подходит к этому очень ответственно. Этот урок не стал исключением. Мне понравилось то, что дети были открытыми, и они действительно были заинтересованы в истории Полевского, в традициях нашего города. У детей есть интерес к истории родного края. Им хочется узнавать о нем что-то новое. У каждого свои ассоциации вызывает город Полевской и свои любимые места в нем. Игорь Соколов, Константин Миронов. Специально для программы «Высокая нота». По традиции в заключении нашей программы коротко о том, что можно посмотреть на этой неделе. До конца января в библиотеках города и сел пройдут мероприятия, посвященные творчеству уральского писателя Павла Петровича Бажова. 1 февраля в 18.00 в помещении детской музыкальной школы номер один состоится вечер авторской и бардовской песни «Песня в кругу друзей». Кто-то мудрый сказал, глупый берет от жизни все, а мудрец только самое лучшее. Действительно, питайтесь самым лучшим, получайте только качественные эмоции, смотрите только хорошее кино и читайте книги, которые наверняка сделают вас лучше. На этой высокой ноте я прощаюсь с вами ровно на одной неделе. Увидимся совсем скоро.